Приветствую вас. Я думаю, что ответ на ваш вопрос зависит от того, в какой молодой человек рядом с вами находится. Понимаете, если молодой человек рассудительный, спокойный, умный, уверенный в себе, ненервный, не скандальный, молодой человек, к которому вы можете положиться, молодой человек, к которому вы можете опереться, который вас там, грубо говоря, поддерживал в трудную минуту и прочее, прочее, прочее. И у которого соответствующие взгляды на жизнь, вот об этом я чуть-чуть подробнее расскажу, то, конечно же, такому человеку можно рассказать и о своих прошлых ошибках, в этом нет ничего такого. Вот. Но, давайте мы сразу с вами определимся. Значит, прочные ошибки, они, вообще-то говоря, с чем связаны? Знаете, если вы, например, были жестокими, ну, если вы были жестокой, если вы, скажем, совершали какие-то ужасные вещи, там, я не знаю, причиняли боль, да, боль и, там, насилие творили, И, если, ну, например, это только вот как пример, значит, если вы, там, совершали какие-то плохие вещи, то нужно, соответственно, соответственно, перед тем, как рассказывать молодому человеку своему об этом, нужно, ну, задать ему вопрос, так, как бы, не знаю, читая, вот, как он относится, там, например, к тому, что человек может, там, по ошибке, будучи молодым, будучи глупым, да, причинить боль другому, и как он относится, как он относится к этой ситуации. Ну, знаете, например, вот, в той же, в той же, например, в социальной сети очень много сейчас всех этих тематических вещей на эту тему, да, жестокость, все дела. То есть, поводов для того, чтобы подобный разговор завести, мне кажется, найдется, ну, найдется, вот. И если вы увидите, что молодой человек довольно эмоционально на это отреагирует, то, естественно, говорить ему, рассказывать ему о себе не стоит. Это отреагирует, потому что вы увидите реакцию человека на подобное, а это вам, ну, совершенно ни к чему. Или, если, например, вы точно так же, допустим, спали с другими, там, людьми, а потом своему, вот, молодому человеку разрядиться рассказать об этом. Ну, опять, можно задать ему вопрос, как бы не вначале, как он относится к тому, что, вот, люди, по-моему, имеют порядочные половые связи и так далее, и так далее, и так далее. Имеет ли это отношение, там, к любви, например, и так далее, и так далее. Вот. И это тоже важный момент. Увидите реакцию мужчины, увидите его реакцию, поймете, стоит говорить или нет. То есть, необходимо, чтобы понять, что рассказывать, а что нет, необходимо проследить и проанализировать соотношение характера ошибок с взглядами молодого человека и с особенностями его характера, с чертами его характера. И вот, в зависимости от того, какой вид это соотношение примет, и будете вы делать выводы. Что-то расскажете, на что он спокойный отряд, а что-то нет. Ибо зачем человека травмировать просто так. Я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос, а решать в итоге вам, вам. Если хотите более подробно этот момент проработать, соответственно, вам нужно будет выбрать экспертство, и экспертам подробнее разобрать характер ваших ошибок, ваше отношение к этим ошибкам, потому что от этого зависит то, как вы о них рассказываете. И, собственно говоря, те моменты, о которых я сказал. Вот. Ну, а на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше, желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!